Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, дали мне экспериментальный препарат. Прогласили народного умельца провести кастрацию поросят. Ну и, соответственно, осложнения пошли. Пошли осложнения. Гнойные воспаления. Полости мошонки. Общее состояние удовлетворительное. Поросенок ест, пьет все. Но заметили у него отек тканей и выделение гной оттуда. Пробовали уже лечить, там, йодом мазать. Сейчас мы посмотрим. Если надо, вскроем, освободим, очистим полость. Применим этот спрей экспериментальный. На каких-то травах. И посмотрим, там у нас есть присыпка еще. Возможно, еще курс антибиотиков сделаем. Это он, который сравнивает. Это он? Да. Я держу. Руку, ногу, ногу, снова держу. Я думаю, что держу. Кроме, ну. Я на курсе. Я на курсе. Так, а где вы? Не дай, что? У вас есть левая. О, видите? О, какого-то. Тверда тут. Попробуй. Это кишка, а что это? Нет, это не дай. Что это может быть? Ноги еще там. А? Что это? Запаление семенного каната. Трямай, держи. Руки, держи. Вон, я выпал. Моя. На яйце это не похоже. Яйца точно удалила, да? Вы видели? Да. Да, вырывала. Точно там не маяць, да? Я на дивилась, понимаете? И у меня не было, а то готовки не маяць. Чимало засипал порошком, может, он чухался. Это гнид пішов, видимо. Гнид вы видели? Да. Вы это, вы выдушивали гнид. Но сейчас я не вижу, тут ни гною, ничего. А, нет, есть, есть. Есть гнид, выдушивался. Есть гнид. Да. Да. Есть гнид. Есть гнид. Не могу его скрывать, да? Хочу подумать, что стоит его скрывать, тут гною не много. Может, мы действительно антибиотики переменем? Поколоть. Да, чтобы его... Видите, я смотрю, что это напухшее, такое как-то... А оно больше стало напухше, да? Ну, знаете, что им что, неделю скастрирули, в четверг, в четверг, в четверг, в четверг, в четверг, в четверг... И боком. Оба. Давайте попробуем пока что не трогать его. Может, оно... А если немного подрезать, то что может быть? Ну ничего, тут просто гною много, понимаете? Воно... Воно иде из этого, иде из середины, извите, по чуть-чуть. Нанесем это средство, и вколем антибиотик, шприц давайте. Вот, вот это, для мяса. Вот, я ему дал, как на 20 кг, а вообще-то ему 3 кубика будете колотать. Аккуратно. Так, и все. Так, поки що відпускайте его зараз. Отпустите. Нет, сейчас... Хорошо, это мы разберемся. Давайте цей, давайте... Дайте... Дайте мне... Так, колоти поднимут. Еще я дайте мне бумажку, ручкой напишу, что еще взяти, что еще колоти. И... 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 Итак, друзья, мое предположение, что там обновлено воспаление семенного канатика. Занесли инфекцию во время проведения кастрации. Теперь... Действия какие? Вскрывать фактически дноя там много нету. И... Идет он из самой глубины... Из самой глубины, значит, мошонки. Из паховой области. Из самой глубины мошонки, из паховой области. Поэтому я не вижу особенного смысла в том... Чтобы его резать, вскрывать. Потому... Решили... Я решил применить антибиотикотерапию. Нестероидные противовоспалительные средства. А также блокаду обкалывания по Вишневскому. Довокаином. И... С пенициллином, с трептомицином. Сделаем две блокады. Проведем курс антибиотиков. И, я думаю, оно будет рассасываться. Это такая терапия по типу лечения амфолитов у телятов. Гнойных амфолитов. Такое видео у меня есть. По гнойным амфолитам. Так я... Ну и ни одного теленка я так успешно вылечил. Поэтому... Попробуем пойти по этому пути. Сейчас как раз и проведем блокаду. Итак, мы развели... Взяли... Новокаин 05%. Экстиноксин, бензилпилицелин. Развели, получили... Взяли... 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 Терпи, терпи. Терпи, терпи, терпи. Терпи, терпи, терпи. 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 да так значит все двигаться то еще четыре дня шайша два дня пополам это еще завтра после завтра да а то еще четыре дня все и через два дня через два дня не знаю ну как вы будете не буду я бажано повторить но вы сам соби самі решать что цей то по цей по позвоните скажете хорошо а не я иду зараши до коровы ну будете колоти там останній день ой кажучи останній день це сьогодні завтра вити після після завтра будете колоти його вушко там то все по візьмете його построгайте яке воно мягке тверде чи йде звідти гній чи що якщо є ще тверде якщо ще гній де то ще бажано раз проколоти зараз ви бачите ми промили його повністю що аж чистенько не ничего не треба куплять у нас все є ще для одного цього все и в этом подивитесь по ситуации если шо то да звертайтеся добре давай значит друзья сделали блокаду обкололи попали прямо в сам канатик воспаленный и видели как на вакаин идет с этого канала прямо желательно еще повторить еще одну такую некцию сделать это уже на усмотрение людей люди сами себе решают там будут они вызывать еще раз врача не будут хотя ну например каких там особенных денег я не требую никогда я говорю давай несколько сколько сможете на всего люди там решает себе сами будут они вызывать или нет ну три дня айнил это кетопрофен действующее вещество фирмы инвеза а также формазин тоже болгарский классический 20 процентный 5 дней вместо присыпки там я вместо вместо там особенного эффекта ну и да потому что там но по типу свища такова ну или процесс по типу свища но и лицей не знаю будет ли продолжение поэтому поросенку надеюсь будет одеться еще там побываю и мы узнаем исход заболевание интересно друзья я хочу сказать тоже по одной из по одной корове которую я лечил у этих людей некоторое время назад есть видео на канале там я бросаю зонт и вытягиваю большое кронка относительно большое количество разных металлических предметов то есть достаточно эффект контакта еще музыка интересный этот видеоролик вот и значит там корове стала на определенный момент лучше а потом эту корову они сдали она пошла на убой и конечно же ну и я со временем уже узнал что они дали на убой то есть начал я не было информация что все нормально она и стало лучше а потом я узнал что эту корову они сдали и все я думал ну не знаю возможно не знаю плохо сработал можно было еще раз кинуть зонт но оказалось что у нее металл дошел уже до легких и уже были поражены легкие на забое на забое выявили пораженные легкие это сейчас уже спустя не знаю что большое количество времени это хозяин такую информацию мне сказал вот так вот бывает поэтому не всегда знаешь исход заболевания